До юбилея Великой Победы 9 мая остались считанные дни. В преддверии большого праздника телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях-земляках. Наш следующий материал об уроженце деревни Снопа Александре Кокине. С первых дней войны он сражался на мурманском направлении Карельского фронта. Был дважды удостоен ордена Красного Знамени. Кстати, это единственный солдат Ненецкого округа, удостоенный такой высокой награды дважды. О боевом пути старшего сержанта расскажет Любовь Пермякова. Гвардии старший сержант Александр Кокин родился в 1917 году в деревне Снопа. На фронт был призван в ноябре 1941 года. Воевал под Мурманском в знаменитой 10-й гвардейской дивизии самого лучшего соединения Карельского фронта. Во время самой карельской операции, если он на городной лист, он был представлен к званию Героя Советского Союза тоже. За эти подвиги, которые совершил в ходе боев прорывы немецких укреплений на мурманском направлении, затем освобождение Северной Норвегии. И действовал он очень храбро. Но по тому на городную листу, который сохранился, он сначала принял командование взводом, потом командование ротой. И, в общем, уничтожил, ну вот где-то, по крайней мере, около сотни солдат-офицеров противника в этих боях. В архиве Министерства обороны России сохранился наградной лист подвига старшего сержанта Александра Петровича Кокина. 12 октября 1944 года в бою за населенный пункт Луостери рота товарища Кокина атаковала противника, численно превосходящего ее в пять раз. Продвинулась с боем на два километра, захватив три немецких склада и другие трофеи. В течение ночи рота отбила 8 контратак противника и истребила до 70 гитлеровцев. Сам товарищ Кокин уничтожил в этом бою 16 врагов. Рота, которой принял командование ее пордор, товарищ Кокин, в боях за город Петсама по собственной инициативе истребила свыше 400 гитлеровцев. 40 немцев взяла в плен. Сам товарищ Кокин в этих боях лично уничтожил свыше 60 немецких солдат и офицеров. Александр Петрович за беспримерное мужество и отвагу был представлен к высшей награде СССР, званию Героя Советского Союза. Однако командование решило наградить его орденом Красного Знамени. Затем 10-я гвардейская была переброшена в Польшу, в Померанию. Там приняло участие в освобождении польских территорий. Там были тяжелейшие бои. Немцы там стянули лучшие части СС, танковая дивизия, сматеризованная дивизия СС. И бои там были очень тяжелые. Вот в бою за город Румельсбург в марте 1945 года он погиб, поднимая в атаку роту солдат. В наградном листе Александра Кокина отражены его подвиги. В наступательных боях в немецкой Померании и Данцикском коридоре, 2-й Белорусский фронт, товарищ Кокин вновь совершил десятки подвигов. В бою за город Румельсбург 3 марта 1945 года он поднял 7-ю роту в атаку и, преодолевая ожесточенный огонь противника, первым ворвался в город. В боях за высотой южнее населенного пункта Загорш, Польша, товарищ Кокин участвовал в отражении 30 контратак противника, лично уничтожил 16 немецких солдат и офицеров. Словом и личным примером он воодушевлял бойцов и офицеров на выполнение боевой задачи. Товарищ Кокин, организуя непрерывную партийно-политическую работу, обеспечил высокую авангардную роль коммунистов в наступательных боях. За проявленные решительности мужества в сражениях в Померании и Польше гвардии старший сержант Александр Петрович Кокин 2 апреля 1945 года был награжден вторым орденом Красного Знамени. Домой в деревню Снопа пришла похоронка. Ее получила мать героя Александра Васильевна Кокина. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.